Уважаемые коллеги, дорогие друзья, дорогая Елена Рудольфовна, от всей души хочется поздравить кафедру медицинской психологии с 10-летним юбилеем. История психологии в нашем университете, как и в стране и в мире, она насчитывает больше 100 лет. И начиная с Владимира Михайловича Бехтерева, когда была организована кафедра нервных и психических болезней в нашем университете, а до этого еще в военно-медицинской академии, то на этой кафедре уже сразу было преподавание не только проблем психиатрии, нервных болезней, но и психологии. Но дистанция огромного размера, 100 лет отделяет момент возникновения кафедры Владимира Михайловича Бехтерева, даже 115 лет до возникновения у нас кафедры медицинской психологии. Где-то в 10-11 году был открыт факультет медицинской психологии в нашем университете, но преподавание психологии, медицинской психологии шло в рамках кафедры вот тогда еще Владимира Михайловича Бехтерева, а сегодня Николая Григорьевича Незнанова. Но в 2014 году, 1 апреля, был издан приказ о создании отдельной кафедры медицинской психологии, которую возглавила профессор Елена Рудольфовна Исаева. И на сегодняшний день это прекрасная выпускающая кафедра для целого факультета, которая имеет свое лицо, которую знает город и Россия, которая собирает всероссийские конференции. И, так сказать, все медицинские специалисты, вернее специалисты по медицинской психологии с удовольствием приезжают к нам в гости. И этой осенью тоже будет большая конференция, которая будет посвящена проблемам медицинской психологии сегодня и перспективам ее развития в нашей стране. Я от всей души благодарю коллектив кафедры, лично Елену Рудольфовну, за создание такого замечательного коллектива, кафедры, и понимаю, что у этой кафедры, как и у медицинской психологии в целом, огромное будущее в нашей стране. Я вообще считаю, что, ну скажем, роль психологов в решении целого ряда проблем, межличностных, человеческих, у больных сложных, коморбидных, онкологических, хронических, требующих диспансерного наблюдения. Обязательно роль психолога должна быть, которая позволяет больному становиться более комплоентным, более подверженным и приверженным правилам лечения, более заботящимся о своем здоровье. И это огромная работа, которую проводят наши врачи, которые сами по себе являются в какой-то степени психологи, но уж методическое руководство и такой профессиональный уровень оказания такой помощи, это, конечно, роль медицинских психологов. Поэтому я убежден, что наша кафедра будет развиваться. Со временем, наверняка, на факультете медицинской психологии появятся дополнительные курсы, которые потом перерастут в дополнительные кафедры, но все это еще будет впереди. А пока с праздником, дорогие друзья! Идея создания кафедры общей и клинической психологии заключалась в том, чтобы готовить уникальных специалистов, клинических психологов, которые с самого начала обучения учатся рядом со своими друзьями, будущими врачами, находятся в атмосфере медицинского университета и проходят практики в клиниках университета и города. И в итоге, к концу своего обучения мы получаем готовых специалистов, которые владеют навыками и психологической диагностики, и консультирования, и психокоррекции. И умеют работать в мультидисциплинарных командах рядом с врачами. Мы стараемся развиваться и идти в ногу со временем. Дорогие коллеги, поздравляю вас с нашим первым большим юбилеем. Желаю вам новых вершин научных достижений и талантливых студентов. Работу на кафедре можно охарактеризовать как постоянное движение. Движение вперед. Я, например, когда пришла, вначале преподавала студентам-медикам, потом студентам-иностранцам на английском языке, а потом уже клиническим психологам. Все эти направления сохраняются на кафедре на протяжении всех 10 лет, и поэтому каждый, кто приходит работать здесь, может найти то, что ему по душе. Кроме того, совершенствуются стандарты образования, психологическая наука не стоит на месте, и поэтому постоянно приходится совершенствовать себя, при том, что новое поколение студентов тоже бросает нам определенные вызовы и заставляет нас самих расти как личность и постоянно совершенствовать себя. Мне хочется пожелать кафедре дальнейшего процветания и профессионализма, чтобы она неустанно поддерживала уже имеющуюся чуткость и человечность в отношениях со студентами, коллегами и друг с другом. Мы еще молодые, но уже многого добились. Прародителем нашей кафедры является кафедра психиатрии и наркологии, куда я пришла работать в 2011 году, еще будучи аспиранткой. Тогда основным направлением работы было обучение психологии врачей. В 2011 году мы набрали первую группу специалистов клинических психологов и стали их обучать. В 2017 состоялся первый наш выпуск. Сейчас мы работаем с первым курсом на медицинских факультетах, помогаем адаптацию студентов к обучению в медицинском вузе. На шестом курсе проводим коммуникативные тренинги взаимодействия врача и пациента. Нашими силами создана психологическая служба для студентов университета. Наши студенты отделения клинической психологии проходят практику на соматических заболеваниях в различных клиниках и центрах города. Под нашим чутким руководством они ведут огромную научно-исследовательскую работу с пациентами. Работать на кафедре бывает трудно, потому что много направлений деятельности и все одновременно. Но всегда это очень интересно. Хочется пожелать нам сил и вдохновения, чтобы у нас были новые достижения в науке. Важно, чтобы к нам приходили умные и талантливые студенты, которых мы научим психологии и сделаем из них высококвалифицированных специалистов. Кафедра общей клинической психологии развивается в разносторонних направлениях. Одним из таких направлений является реализация программ на факультете послевузовского образования. Мы проводим занятия и программы по профессиональной переподготовке по клинической психологии, где психологи других направлений могут получить квалификацию клинического психолога. Мы проводим много курсов повышения квалификации по нейропсихологии, по патопсихологии, по диагностике, по реабилитации психологической. И вот сейчас как раз у нас идут курсы повышения квалификации по посттравматическому стрессовому расстройству. В этот знаменательный день мне очень хочется поздравить кафедру Елену Рудольфовну, дорогих коллег, с нашим общим праздником, с юбилеем кафедры общей клинической психологии. И пожелать процветания, благополучия, творческих успехов и побед, новых свершений, реализации профессиональных планов, ну и, конечно же, верных учеников и последователей. Дорогие коллеги, поздравляю всех нас и нашу кафедру с прекраснейшим юбилеем. От момента, когда мы мечтали о ней, до момента реализации этой мечты, прошло практически половина моей трудовой деятельности в университете, 10 лет из 20. Но ожидание того стоило. Бывали трудные дни, когда и бывают, когда хочется все бросить и убежать, но ты понимаешь, что это всего лишь эмоции, потому что здесь твоя профессиональная семья, с которой тебе хорошо, с которой отлично работает и отлично отдыхается, на которую можно положиться и которую ни разу не подвела. У нас прекрасный коллектив, дружный коллектив. Конечно, как в каждой семье, бывают моменты сложные, но мы их всегда преодолеваем. Я очень надеюсь, что нам предстоит интересная, долгая, профессиональная жизнь на этой кафедре. И я очень верю, что студенты, которые пройдут через нашу кафедру, с честью пронесут все то, что они здесь получили, что они будут гордиться, что они учились в наших стенах. Дорогие коллеги, я еще раз поздравляю вас с этим прекрасным юбилеем. Уважаемые коллеги, дорогие ребята, от души поздравляю вас с десятилетием кафедры общей клинической психологии и факультета клинической психологии. Желаю всем преподавателям сеять разумное, доброе, вечное. А студентам знаний и стать хорошими специалистами. Десять, мало или много, впереди у вас дорога, достижения и побед долгих и счастливых лет. Безграничные интересы, диссертации, конгрессы, конференции и гранты. Посмотри, одни таланты. Просвещение, жажда знаний неизменно будут с вами. Радости, добра и света, процветание факультету. Факультет общей клинической психологии имеет очень важное значение в структуре нашего университета. Специалисты, которые готовятся на кафедре общей клинической психологии, являются очень востребованными специалистами в разных сферах. Это и социальные сферы, и образовательная. Особенно сейчас актуальна реабилитация, поскольку эти специалисты могут работать и в клиниках, и в различных лечебно-профилактических учреждениях, и реабилитационных центрах. Очень важно, что не только преподаватели ведут очень большую работу педагогическую, но также и студенты. А также студенты факультета клинической психологии сопровождают наших студентов младших курсов, являясь тьютерами, кураторами в психологической поддержке, психологической помощи. Дорогие друзья, вот уже 10 лет исполняется одно из самых молодых, но очень ярких кафедр нашего университета. Это кафедр общей клинической психологии. Казалось бы, только вчера были горячие дискуссии, нужна ли такая кафедра, нужна ли подготовка психологов. И, конечно, на мой взгляд, было принято совершенно верное решение 10 лет назад о создании такой кафедры и о избрании заведующей кафедрой Елены Рудольфьевны Исави, которая к тому времени уже была ярким, сформированным специалистом. Что произошло за 10 лет? Конечно, кафедра является выпускающей для отделения клинической психологии и готовит на сегодняшний день совершенно уникальных специалистов. Когда мы создавали эту кафедру, когда мы начинали этот проект, естественно, мы ожидали, что та клиническая база университета, тот большой опыт преподавания клинических дисциплин на лечебном факультете в первую очередь, он, конечно, окажет благотворное влияние на подготовку специалистов, психологов, опирающихся на глубокие медицинские знания. И, мне кажется, мы оказались совершенно правы. На сегодняшний день выпускники этого факультета и выпускающие кафедры – это дорогой товар. Они имеют гарантированное трудоустройство, они работают по всей стране. И, конечно, мне кажется, на сегодняшний день можно считать, что этот проект удался. Что хотелось бы пожелать будущим клиническим психологам? Конечно, выбирайте наш университет, выбирайте наши кафедры. И, конечно, мы надеемся, что нахождение кафедры в столь прославленном университете с учетом опыта и клинической базы будет дальше и дальше развивать науку клиническую психологию. Субтитры сделал DimaTorzok